Я представляю собой лицо, которое заинтересовалось очень сильно продукцией фирмы ЭКФАИ, которая улучшает якобы качество топлива, приводит к экономичности двигателя, к улучшению работы машины и прочие хорошие, так сказать, условия. Вот. И решил лично на своем опыте проверить, насколько, как говорится, заявленная этой фирмой соответствует действительности. Для чего? Я прямо в гараже взял военную бензиновую электростанцию, которая представляет собой двухцилинговый бензиновый двигатель, работающий на 80-х бензине, и генератор, который вырабатывает 2 киловатта электрической энергии и загрузил этот генератор на мощную лампу, на киловаттную лампу, вот она, половина лампа, которая рассчитана на 1 киловатт. Дальше. Моя задача. Сначала налить вот в эту емкость, то есть система подачи топлива отключена от бензобака, а подключена к моей импровизированной вот такой смирительной бензурке, будем ее так называть. Значит, я наливаю сюда строго определенное количество бензина, ну, скажем, литр. Вот. Запускаю двигатель, включаю нагрузку и секундомером засекаю время, в течение которого генератор будет вырабатывать электрическую энергию, сжигая, ну, а двигатель сжигая вот это топливо. Как только топливо полностью закончится, а эта система позволяет высасывать за капли бензин, то есть и всей проводящей системы, я записываю время, которое у меня получилось на секундомере, значит, вновь заливаю такое же строго, такое же количество бензина, растворяю необходимое количество вот этой жидкости, жидкостей, которая с такой фирмы Супай, значит, улучшает качество и приводит к экономии бензина. Вот. И дальше я, так сказать, снова при прочих равных условиях, при той же нагрузке, при том же количестве бензина, засекаю время, сколько проработает этот двигатель, сколько выработает он электрической энергии. Вот. И если у меня время, скажем так, увеличится, уже с добавкой этого вещества, то, значит, я буду считать, что да, действительно, это работает, и мне останется только вычислить в процентном отношении, какую я могу получить экономию топлива. Если я проведу эту операцию несколько раз, то тем самым я могу составить таблицу, значит, если у меня будет с каждым разом улучшаться показатели, то, проведя несколько таких испытаний, я смогу убедиться в истинном положении вещей, то есть сколько в процентном соотношении экономится с использованием вот данного вещества. Значит, сейчас все готово в пушку без биокатализатора. Значит, в эту емкость я жарил пол-литра 80-го бензина. Ну, как я говорил, уже наброска подключена. Сейчас я произведу пушку, и одновременно затеку время, когда двигатель, как говорится, заработает, и когда он заблохнет. То есть вот этот период, это будет, так сказать, будем считать, что это топливо поработало на выработку электрической энергии. Так, значит. Ну, конечно, там какие-то миллиграммы успеют. Пока без нагрузки он достаточно мало потребляет. Когда я включу нагрузку, я одновременно включу и секундомер. У нас секундомер такой электронный, капризный. Ну, постараемся. Так, значит. Запускаем двигатель. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 где-то в 10% фирма гарантирует при израсходовании 3 ватков полных, 40-литровых, 7%. Но мы уже сейчас получили этот показатель. Так что биокатализатор работает отлично. Если дальше будем проводить испытания, я думаю, что тенденция по работе во времени будет нарастать, и мы выйдем как минимум на 15-20%. Продолжение следует...